Всем привет! В сегодняшнем уроке мы изучим основы двух Entity, FuncInstance, которая является собой управляемый префаб, и FuncInstance IOProxy, которая является составным элементом при создании экземпляра с нуля. Начнем с первого. Находим в списке Entity FuncInstance и вставляем его на карту. Открываем свойства FixUpName, имя экземпляра, оно будет дописываться к каждому объекту внутри инстанция. Entity NameFixUp, куда будет дописываться имя экземпляра. Префикс, перед именами внутри префаба, PostFix, в конце имен, None, не вписывайте в объект экземпляра его имя. Данную строку выбираем только если на карте будет один подобный экземпляр, иначе все команды посылаемые одному будут действовать и на второй. В имя FileName, имя карты префаба, которую будем использовать для экземпляра. В основном инстанции использовались в Left 4D2 и Portal 2, но сегодня их можно создавать и для CSGO и для Half-Life. Выбираем экземпляр дверей из старой Aperture. Вот и она, если у вас не видно экземпляра, то значит вы его пытались загрузить на пустую карту. Сначала делайте Dev комнату, либо сохраните карту и перезагрузите ее, экземпляр сразу появится. Обратите внимание, все экземпляры будут подсвечены желтоватым цветом. Это сделано для того, чтобы вы могли легко найти экземпляры взглядом. Если вы хотите, чтобы он отображался как остальные объекты в Hammer, Instancing, View Instance и вот тут три режима, скрыть, отображать желтым, отображать нормально. И наш экземпляр выглядит как обычный сгруппированный объект, пока мы его не выделим. Теперь пора взаимодействовать с экземпляром. Ставим Logic Auto и идем в Outputs. Там нам нужно лишь указать имя инстанса и все возможные сценарии откроются в графе We Are This Input. Открыть дверь и закрыть дверь. Выбираем открыть дверь через 2 секунды после старта игры. Обратите внимание, Hammer выдает красную ошибку контактов. Это нормально. Все будет работать. Как ставить на карту инстанс и взаимодействовать с ним, вы поняли. И теперь перейдем к тому, как его редактировать. А редактировать его можно двумя способами. Первый – это превращение экземпляра просто в кучку Entity. Выделяем экземпляр Instancing Collapse Selection. И наш инстанс превращается просто в набор объектов. Второй способ – это редактирование оригинала Prefab. Открываем свойства и жмем кнопку Edit Instance. В новом окне откроется оригинал файла. Правя его, вы изменяете все его копии на всех ваших не скомпилированных картах. С редактированием, пожалуй, все. Теперь о том, как создать свой инстанс. Введите эту Entity с рисунком кубиков. Сейчас мы о ней и поговорим. Создаем новую карту. Добавляем модель и два Logic Rally. Один будет запускать анимацию открытия двери, другой – закрытие. Прописываем скрипты в каждом из них. Теперь пришло время познакомиться с FUNK Instance IOProxy. Именно она будет запускать оба Logic Rally по желанию через готовый экземпляр. В свойствах у нее лишь имя. По умолчанию ставим Proxy. Теперь в ее Outputs выбираем оба Logic Rally как доступные операции. Осталось лишь сохранить нашу карту и потом открыть ее как Instance. Вот, все работает. Надеюсь, данный урок вам помог. В следующий раз мы продолжим говорить об Instance Entity. Пока-пока!